Здравствуйте, друзья! Несмотря на то, что прошли уже десятки лет после трагической гибели Виктора Цоя, его творчество по-прежнему остается востребованным. Его песни перепевают другие музыканты, что делает его имя еще более знаменитым. Итак, перед вами самые интересные факты о Викторе Цое. Виктор Робертович Цой – советский рок-музыкант и художник, фронтмен рок-группы кино. Дата рождения – 1962 год, дата смерти – 1990 год. После получения аттестата Виктор обучался резьбе по дереву в местном училище, вследствие чего мастерски вырезал деревянные фигурки. Рост Цоя составлял 184 сантиметра. Знаете ли вы, что дебютный альбом группы кино «45» обязан своим названием продолжительностью звучания песен в нем – «45 минут». В одном из интервью Виктор Цой признался, что самой первой написанной им песней является «Мои друзья». Любимым цветом музыканта был черный. Интересен факт, что Виктор Цой слыл одним из лидеров ленинградского андеграунда объединения «Новые художники». Не менее интересно и то, что 10 его полотен выставлялись еще в 1988 году в Нью-Йорке. Самым нелюбимым временем года для Цоя была зима. В композиции «Солнечные дни» есть такая строчка – «Белая гадость лежит под окном». В молодости Виктор был поклонником творчества Михаила Боярского и Владимира Высоцкого. В юности Цой рисовал плакаты известных западных рок-музыкантов, успешно продавая их своим ровесникам. Еще в подростковом возрасте Виктор увлекался деятельностью Брюса Ли. В результате он занимался единоборствами и часто подражал образу жизни знаменитого бойца. На протяжении около двух лет Виктор Цой трудился кочегаром в котельной «Камчатка», где часто собирались советские рокеры. Сейчас «Камчатка» представляет собой музей, посвященный творчеству музыканта. Именем Виктора Цоя назван астероид номер 2740. Когда Цоя спрашивали, почему группа называется «Кино», он отвечал, что данное название абстрактно и даже ни к чему не призывает и не обязывает. Единственный сын Виктора, Александр, тоже стал рок-музыкантом. Цой проявлял большой интерес к японской поэзии и восточному творчеству. Из русской классики ему больше всего нравились произведения Достоевского, Булгакова и Набокова. В России есть десятки улиц, проспектов и парков, названных в честь Виктора Цоя. За рубежом группа «Кино» дала всего четыре концерта – два во Франции и по одному в Италии и Дании. По результатам опроса журнала «Советский экран» за исполнение роли Моро в фильме «Игла» Цой был признан лучшим киноактером 1989 года. Интересен факт, что в 1999 году в честь артиста была выпущена почтовая марка Российской Федерации. Прототипом восьмиклассницы из лирической композиции музыканта является студентка Дженни Ясниц, ныне работающая веб-дизайнером. Согласно запросам в интернете, наиболее востребованной песней Цоя считается звезда по имени «Солнце». В свою очередь, хит «Группа Крови» занимает первое место в хит-параде 100 лучших песен 20 века нашего радио. Супруга Виктора, Марианна, была костюмером и художником коллектива «Кино». Осенью 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся аукцион, где был продан с молотка советский паспорт Цоя за 9 миллионов рублей, его блокнот с телефонами за 3 миллиона рублей и рукопись песни «Мы ждем перемен» 3,6 миллиона рублей. Вот такие вот, друзья, интересные факты о Викторе Цое. Если информация понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч, до свидания.